Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС на связи. В эфире Минск чрезвычайный, в студии Андрей Макаров и мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала текущего года в столице расчета МЧС на пожары и загорания выезжали более 2600 раз. На пожарах погибли уже 20 человек, из них один ребенок. 34 человека, в том числе двое детей, пострадали. А вот 42 человека удалось спасти. Далее подробнее о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. Нет и недели, чтобы оперативная сводка спасателей не была наполнена информацией о загорании бытовок. В понедельник утром в результате нарушения правил эксплуатации электросети и электрооборудования, а попросту говоря, короткого замыкания, оставленного без присмотра электрообогревателя, на улице Брестской горела отдельно стоящая строительная бытовка. Пожар был оперативно ликвидирован прибывшими пожарными расчетами. К счастью, никто не пострадал. Помните, обогреватели – это прежде всего электрические приборы. Не оставляйте их включенными без присмотра, в том числе на ночь. Неприятным выдалось начало недели для владельца автомобиля Форд Мондео 96-го года выпуска. Понедельничным утром во время движения по проспекту Победителей из-под капота Форда повалил дым. Водитель оперативно перестроился в крайнюю правую полосу и остановился. Многие автовладельцы не остались безразличными, к ЧП предложили свою помощь. Но малообъемные огнетушители не смогли справиться с пожаром. Пришлось вызывать спасателей. Они-то оперативно и ликвидировали пламя. В качестве предварительной версии происшествия рассматривается короткое замыкание электропроводки. Предположительно, по той же причине, но уже днем на проезжей части по Игуменскому тракту спасателям пришлось стушить еще один автомобиль. На этот раз жертвой огня оказался внедорожник Jeep Wrangler 95-го года выпуска. Минск чрезвычайный. В среду в службу 101 от очевидцев поступило сообщение о горящем балконе на четвертом этаже жилого дома по улице Плеханово. Прибывшие на место ЧП пожарное достали из зачага 64-летнего хозяина двушки. Он получил ожоги третьей и четвертой степени, всего 80% тела, шок и термоингаляционные травмы. Его оперативно доставили в больницу. Медики почти 10 часов боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не смогли. По предварительной версии, пожар в квартире начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибшим. Возможно, короткое замыкание в розетке в санузле на первом этаже стало причиной пожара в частном доме по Дальнему переулку. Спасатели ликвидировали загорание. Но пожар успел повредить кровлю и имущество мансардного этажа. А это площадь 80 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. В воскресенье столичным спасателям пришлось тушить сразу два легковых автомобиля. Горели Opel Astra 95 и 99 годов выпуска. Представители немецкого автопрома загорелись в гараже на территории частного домовладения по улице Масюковщина. В результате пожара автомобили повреждены полностью. Огонь, кстати, зацепил еще и три рядом припаркованных авто. Минск чрезвычайный. Курение действительно убивает. Правда, в этот раз предупреждает не Минздрав, а спасатели. Очередной жертвой вредных привычек стал хозяин частного дома по улице Приозерная. Уже во время тушения в очаге пожара был обнаружен обгоревший труп 65-летнего владельца апартаментов. Мужчина в доме проживал с женой. Она на момент пожара, слава богу, была на работе на ночной смене. К сожалению, вернуться ей будет некуда. После пожара дом непригоден для проживания. Предполагается, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшим. Со слов жены, накануне ее муж употреблял спиртные напитки. А цифры статистики неумолимы. 90% погибших на пожарах находились в нетрезвом состоянии и курили. Кстати, риск гибели на пожаре на 80% снижает установка автономного пожарного извещателя. Возможно, именно сработавший АПИ предотвратил трагедию в частном доме по переулку Столетового воскресенья вечером. Здесь по причине нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, загорелось имущество в жилой комнате на площади 8 квадратных метров. Оперативно прибывшие пожарные спасатели ликвидировали загорания. А вот 43-летнему хозяину домовладения, по вине которого и произошло ЧП, с ремонтом кровли стоит поторопиться. Все ж зима не за горами. Да и ноябрьские дожди – не самое приятное метеорологическое явление. На примере пожаров, произошедших на прошлой неделе, хочется еще раз напомнить. Не курите в постели, не допускайте перегрузки электросети. Своевременно ремонтируйте электропроводку и правильно эксплуатируйте свои печи. В общем, не пренебрегайте правилами пожарной безопасности. Помните, в любой пожар легче предупредить, чем ликвидировать. А у жизни и здоровья слишком высока цена. Не стоит ими рисковать из-за собственной беспечности. Вот такой была ушедшая неделя. До встречи в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный!